Мы следим за волонтерскими движениями, которые за год сильно изменились, специализировались. Вот об этом год прошел, год непростой. Хотел бы поговорить с нашими волонтерами, которые сейчас целенаправленно занимаются проблемами переселенцев. Это Алексей Алмазов, вице-президент по коммунитарным вопросам все украинского объединения, украинские рубежи. Евгений Эльвенштейн, координатор и руководитель адаптационно-культурного центра «Акцентр». Можно? У волонтерского движения и о том, что ставят перед собой, какие вызовы возникли за этот год перед волонтерами, которые помогают переселиться. Если в начале движения, когда была большая волна, очень большая волна выездов, переселенцев в Харьков и другие города, в первую очередь мы закрывали самые насущные потребности, потребность в еде, питании, нахождении какого-то жилья, первичной медицинской обслуживании в одежде, потому что зачастую люди выезжали только в августе, во-первых, в шортах, в вьетнамках, в оболочке и с паспортом, в лучшем случае, если паспорт еще есть. С просроченным паспортом. И помогали оформлять документы и так далее. То есть сейчас последняя волна серьезная выезда была в январе и феврале, это была флокация Дубайцев, которая уже проходила более организована на полу государственных, в таких висях, потому что государство все-таки мешалось в этот процесс и стало помогать хоть чем-то, хоть как-то, хоть чуть-чуть. Были созданы пункты, куда вывозили людей автобусы, ну там какие-то славянские, роматорские. Потом они добирались до Хайкова, то есть здесь принимали, кормили и всякое. Но это сейчас основная, основные усилия авантюров направлены на адаптацию людей к жизни в другом городе, в другой среде. Помощи в нахождении работы, помощи в получении социальных пособий, восстановлении своих прав, помощи в интеграции в сообщество, в то, которое они приехали, потому что это всегда другой город, другие люди, другие традиции, другое отношение к жизни. Другой рынок труда. Ну да, и здесь очень большие сложности и очень лишние психологические сложности. В общем даже психологический вопрос, о котором сталкиваются наши психологи, серьезно изменились, потому что если это было шоковое состояние, первичный шок, то в среднем где-то за три месяца наступает такой отход. Если он не наступает, то это уже серьезные проблемы, с которыми работать. Это уже не один сеанс. Не поговорить, это серьезная, очень длительная пара работы. Как групповая, так и индивидуальная. Сейчас помогаем, пытаемся решить проблему расселения мест компактного проживания, потому что там люди интуцируют друг друга вот этим состоянием нагнетенности. Да, они начинают, с ними поработал психолог, привел их в чувство состояния, он приходит. Они пришли, сели на скамеечку, поговорили. И все это снова. Ой, Маня, как у тебя все плохо. Ой, как у меня все плохо. И все на завтра. Поэтому. Такое подно проживание – это зло. И это очевидно совершенно, это мы видим и на своем опыте, и на опыте других стран. В общем, это не годится, и с этим надо… То есть человек должен жить своей частной жизнью, самому отвечая за свой быт. То есть понятно, что это вынужденная мера, и спасибо тем, кто… Спасибо лагерю «Ромашка», который принял переселиться под свой ответственный освоитель и, собственно, и тому, что появился этот модульный городок, в котором живут, и в котором действительно самим было бы очень-очень сложно находить себе жилье. Но по возможности со всем этим надо… То есть люди должны жить в нормальных человеческих условиях. И когда они сами отстраивают как бы логику своей жизни, понимают свои запросы, свои возможности, соизмеряют это, ну, нельзя год жить, питаться тем, чем тебе, 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 тебе приготовиться, то есть это неправильно. Это выключает из контекста нормальных человеческих отношений. Переводим в контекст такого профессионального переселенца, профессионального беженца. А вы кем работаете? А я работаю переселенцем, мне все должно быть. Это тоже неправильно, и вот, Евгения, она была в Грузии, там есть переселенцы. Посмотрела на 23 года переселенцы, третье поколение, мы переселенцы. Мы переселенцы, мы беженцы, и все, тут караул. И, ну, как бы это было в 90-е, когда, говорю, в Грузии было не то положение для того, чтобы там государство могло как-то этим заниматься. Чувство было не до того, люди самозахватом занимали какие-то помещения, в том числе непригодные для жилья, там, в промзоне. И живут там, мы с поколения в поколение. Им становится это удобно, потому что вот сейчас есть программы, они в эти программы попадают. Если ты переселенец, ты в них попадаешь. Если ты уходишь оттуда, ты сваливаешься с этого и должен опять отстраивать самостоятельную жизнь, я тоже как бы подсел на эту игру, это очень тяжело, лучше в это не заходить. Выгребаться из этого очень сложно. Поэтому, ну, всем, там, кто задавал нам этот вопрос из международных организаций, мы пытались убеждать, как могли, что лучше не надо. Вот лучше не надо компактных поселений, лучше не надо модульных городков. Ну, в тех случаях, когда нас не спрашивали, но нас это станцию Харьков, скажем так, изначально, как бы это мы сейчас разделились на два направления, но начинали мы вместе со станции Харьков, украинские ВПЖ и станции Харьков работали совершенно не на фронтах, мы как бы принимали этот вызов, когда людей реально надо было спасать, это вопрос жизни и смерти. Да, модульные городки – это вопрос жизни и смерти. Когда идет очень большая операция, мы видим вообще нигде жить, жить ни на вокзале, жить в центре, то есть коллективном, где есть постель, есть еда, есть крыша над головой, есть вот какое-то тепло, какая-то защита. Но это очень временная мера, она не может быть постоянной. Это нужно важно понимать. Мы сейчас пытаемся оснастить, например, ту же ромашку, потому что мы не знаем, что будет, а если возникнет ситуация, при которой опять нужно будет, то есть у нас есть, по крайней мере, запас там Харьков на 300 мест. Поэтому лучше пусть там будут кровати с матрасами, в случае чего, чем их не окажет. На следующей неделе мы завозим до 200 матрасов, и по-моему, на этом мы быть как-то привыкли в порядке. Евгения, можно ли я просто единственное верну? К тому моменту, когда все вместе со станцией Харьков начинали, и вот немного систематизированно рассказать, куда все ушли, какие направления, как это жизненно корректировало. Я как-то могу рассказать. Ну, то есть мы не то, что... Можно сказать, мы были из тех, кто начинал станцию Харьков. То есть мы с самого начала вместе работали с Евой Рукаловой, с теми, кто сейчас остался там. И уже как бы с ноября месяца было понятно, что есть люди, которые уже выбрали Харьков, и с ними нужна другая работа. Это люди, которые уже как-то остались, как-то здесь пристраиваются к жизни. И с ними нужна работа как бы не экстренная, а более длительная, более как бы по конкретным вопросам. И это и начало происходить. То есть там на станции Харьков за работой, HR, юридическая служба и так далее. То есть и психологи сам на первое дня. Но это уже Алексей сказал, что психологическая работа сначала выглядела так. Вот прямо здесь на пункте выдачи гуманитарки случилась истерика у взрослого или у ребенка. Срочно психолога, караул, скорая помощь. Спасите, помогите. Сейчас такие ситуации тоже есть, но они слава богу реже. Но это не значит, что нет проблем. Проблемы уходят вглубь. Как бы с ней уже другим это доработает. И так с каждой проблемой. Просто на психологических это очень хорошо видно. Вот. И там с ноября месяца уже где-то было понятно, что нужно работать не только как волонтерская инициатива, но и как общественная организация. То есть работать с международными партнерами. Не только за счет... Мы 3-4 месяца жили за счет ресурсов гражданского общества. Только за счет того, что люди были готовы... Чем люди готовы были поделиться с людьми, находящимися в беде. И до какого-то момента это хватало. Но там большая волна эвакуации, и все нас захлестывает. Поэтому мы понимаем, что мы с этим не справляемся. И тут начали поравляться международные организации, готовые делать с нами уже как с общественной инициативой, способной стать общественной организацией, делать какие-то совместные проекты. И тут появились украинские рубежи, которые оказались, что уже зарегистрированы аж в июле... Организация, которая мы зарегистрировались как организация, которая и планировала свою деятельность сразу как организация, которая предоставляет административную и юридическую поддержку волонтерским организациям. Когда мы увидели, что происходит в волонтерском организации, мы поняли, что мы... Еще во время Майдана. Сразу после Майдана начали появляться с Крымом. Стали появляться первые волонтеры. Это в основном в Киеве, во Львове. И так далее, куда поехали люди из Крыма. Мы поняли, что у них начнут возникать проблемы. И проблемы будут с заходом налоговой, прокуратуры и так далее. И так далее, и так далее. Это не нужно просто... Какая-то юридическое лицо, какая-то экономическая база, чтобы когда они приходили, говорили, ребята, смотрите, у нас все четко, а мы работаем по закону. Потому что у нас, например, есть такая стадия руководства и зарегистрирована общественной организацией, которая взматривает ответственность. Это головная выступление. Поэтому, чтобы... Пока государство не цеплялось к этому, но в любой же момент у нас может проснуться. Поэтому мы зарегистрировали такую организацию и выступили с такой инициативой на фоне Хайка, которая была в сентябре, что мы готовы предоставлять такую поддержку по отвертым организациям, такую поддержку, которую мы предоставили для станции Хайков в начальном этапе. Потом мы зарегистрировали в бюджетный фонд станции Хайков. И мы помогаем в этом... Вот там, где у нас есть отдельные подразделения, а они сейчас есть в семи полного властях, там практически все, всем людям, которые входят в наше подразделение, мы помогаем зарегистрировать самостоятельное юридическое лицо. То есть наши юристы помогают составить устав, там выбирают совместную форму и так далее. Мы не тянем для себя одеяло, и не хотим быть монополистами, потому что мы хотим способствовать и помогать людям. А иногда, например, в некоторых программах бывают только местные. А мы всеукраинское объединение. Нам говорят, ребята, вы не можете участвовать. Ну, тогда есть у нас местная организация, которой мы помогаем здесь сделать вещи. У нас сейчас еще со станции Хайков мы разошлись на одном заболеванном вопросе, потому что станция Хайков сказала, что мы работаем только Хайков в Харьковской области. А мы всеукраинское объединение. Мы не можем замыкаться только на Хайкове в Харьковской области. Мы работаем сейчас в Донецкой и Луганской области, мы работаем в Запорожской области, мы работаем в Днепропетровской, в Одесской, в Черновицкой областях. Там у нас проекты и программы. Я думаю, что мы будем расширяться. У нас есть еще живые вещи из Полтавской области, Сумской. У нас появились постоянные партнеры международные, с которыми мы можем прямым сотрудничать очень серьезно. И появились серьезные программные проекты. И какое-то самое главное, что для нас важно, наверное, какой-то авторитет среди международных организаций и тех доноров, которые приходят на Украину. Потому что первый проект, который мы пошли, сделали в обход принятых традиций. Это был проект международной организации «Миграция». Была организация самозанятости. Там условная организация. Это для организации было сочетание не менее петель. К нам обратились доноры. Абитация, которая была тогда полгода, взяла этот проект и реализовала. Ну что, да, доноры к нам обратились, сказали, что мы закроем глаза на это обстоятельство, потому что мы видим вашу работу. И сейчас у нас опять проекты и такое условие. Нам тоже говорят, что ребята пишите, заявляйтесь. Мы видели, как вы работаете, мы видели, что у вас получается. Я надеюсь, что мы этот авторитет не растеряем. У нас есть возможность. И мы же, когда приезжаем куда-то, в место, где мы никогда не были, а там нужно реализовывать эту программу, нас просят, а попробуйте вот там что-то. Но в течение суток находим там контакты, партнеров и так далее. Люди везде ездят, потому что они просто в одиночку работают зачастую. Маленькие ребята, они все работают в одиночку. Им очень тяжело. Оказалось, что Украина не такая же большая страна, как нам казалось. И через третье-четвертое рокопожатие найти волонтеров в любом городе Украины, реальность. То есть, ну, это и на опыте Станцы Харьков, когда срочно нужно где-нибудь в Ивана Франковске поселить семью, которая туда едет, и сейчас ее там надо встретить. Это можно сделать. Это можно сделать за несколько часов. И это действительно фантастические вот такие чудеса нашего времени. Я еще два слова про Станцы Харьков. Леша говорит, мы разошлись на том, что... Ну, после того, как мы разошлись на этом, и на том, что нам казалось, что очень важно делать какие-то проекты с международными фондами, это же не отдельный процесс. И отчасти я понимаю, почему вот это вызывало раздражение, потому что все эти проекты к тому моменту, когда приходят средства на их реализацию, нужно же писать новую, потому что ситуация опять изменилась, время прошло, и запрос уже вызов совершенно другой. И людей надо было кормить, одевать и трудоустраивать сейчас, а не тогда, когда придут проекты. Но мы эти проекты брали, брали на себя какие-то грантовые обязательства, и мы пошли их реализовывать украинскими рубежами. Но с конца Харькова взяла аж целых два юридических лица, у них теперь и два, вот это этнофон, да, общественная организация. И они реализуют кучу проектов, работают с международными организациями, все это делают, все это происходит. И как бы я сейчас не вижу никакой принципиальной разницы в том, что мы делаем. И они говорили, что они будут работать только... Вот очень наставлены это мы, что их интересует Харьково-Харьковская область, и сейчас у них есть проект, в котором... Или все равно Террехово-Харьковская область, Харьковская область, да. Они вовсю сотрудничают, открыли несколько каналов центра, презентовали их недавно. Это очень-очень сильно радует на самом деле. И все движется в таком направлении, в котором надо. Почему? Сейчас я скажу, это важно. Почему нам кажется, что это очень важно? Потому что мы, сидя в больших городах, вообще не представляем себе ситуацию которая происходит чуть-чуть отъехав от окружной дороги. И благодаря вот этим вот проектам, которые мы реализовывали, в частности проект по самозанятости, который тоже был в нескольких областях на рынках центра Харьковской области. Четырех какой-то. Ну, Харьковская область. Харьковская область. Указская область. Вот. И мы посмотрели на то, как живут люди там, и какие потребности у них там, и переселенцев, и не переселенцев. Это очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Если большие города, там вроде Харькова, Одессы, Днепропетровска, Киева, в состоянии, гражданское общество в состоянии скинуться на переселенцы, условно говоря, то в какой-нибудь Волоклее ситуация совершенно другая. Им нужна помощь. То, чем мы занимаемся сейчас, то, что приносят нам харьковчане, собираем и отправляем в область. Потому что там действительно все, что здесь считается, уже там рассматривается как не очень хорошие вещи, и люди уже этому не очень радуются. А там это все совершенно востребовано и совершенно необходимо, потому что там просто ничего нет в всяких депрессивных областях, где проблема с работой и для постоянно живущих людей, все гораздо сложнее, и это очень важно. Мы провели очень серьезный мониторинг, реализуем программу поддержки CashFriend, это деньги на аренду, карточка с польским центром. Она сейчас реализуется на карточке, на карточке польского банка, на которой поступают 62 доллара. Это не решает проблемы аренды. Потому что аренда выше, но хоть как-то помогает семье продержаться и в чем-то жить. И мы реализовали ее в основном в маленьких городах. Харьков, Чугуев, ну, Харьков немного арендов. Харьков, Одинрайончик. Одинрайончик. Одинрайончик у нас был. В основном это Чугуев, Балакле, Изюм, Павлоградный, в Нинкропетровской области. И там такой есть Першатравянск. Это еще 50 километров от Павлограда. И чем дальше, тем ужаснее условия жизни. А бабушка живет, ну, с муком, в доме с земным богом, который не утеплен никак. И им не хватает даже на еду. И говорит, а чем вы выйдете ужинать? Ну, тут водички с сахаром намешаем и положим. Ну, это просто же, это кошмар. Это ужас. И мы, вот сейчас по результатам, мы проехались по всем. Заехали каждому домой. 500 человек, которые выдали карточек. 550 карточек в четырех областях. Мы к каждому заехали домой. Поговорили, посмотрели на условия, провели исследования. И по результатам у нас, по-моему, 92 человека. 92 семьи, которые нуждаются вообще в специальной поддержке. Там нет возможности работать. Никому. Очень редко из-за того, что работы нет. Из-за того, что просто нет. Маленькие дети. Маленькие дети. Маленькие дети. Маленькие дети. И одна мама. Кто будет работать? Там, ребенок инвалид. И там, мама и бабушка. Кто из них будет работать? Ну, такие ситуации, в которых помощь совершенно необходима. И им тяжело было и в тех местах, где они жили до того, когда это еще и нужно снимать жилье, просто тяжесть усугубляет. И то, что наши волонтеры зашли каждому в дом и увидели своими глазами, как живут люди, я считаю, что это просто очень важно. И спасибо БСПМ, что это возможность такого мониторинга у нас была. И это совсем другое, чем когда люди приходят на пункт гуманитарной помощи. И они все как бы на одно лицо. Это очередь. Это 300 человек. В очереди стоят. Они все одинаковые. Кто-то молча там вообще там ни слова не говоря. Все это проходит. Уходит. И никакой психолог никогда не поймет, какая у него проблема. А здесь вот на вот этом вот срезе, на предстоящей, эта выборка неплохая. Это, конечно, не те тысячи, десятки тысяч, которые живут. У нас были париками. Но это именно выборка, по которой видно. Ну вот если среди пятиста человек почти сто находятся в крайне тяжелых условиях, можно себе представить, сколько вообще человек у нас живет так. из официально зарегистрированных переселенцев. Да. Я предлагаю... В процессе вопросов еще дополнить то, о чем вы сказали. Возначение вопросов. Вот о какой сумме идут речь на карточку? 62 доллара. 62 доллара. 62 доллара? Ну это ежемесячно. Да. Ежемесячно. Да. Ежемесячно. На полгода. На полгода. Да. Каждый месяц на карточку засчитается 62 доллара. Ситуация мониторится. И есть ли люди по тем или иным причинам. Не по назначению. Ну да. Выпадают из этой программы. Ну, к сожалению, такая ситуация, которая нас очень печально по условиям. Программа Cash for Rent, если у людей улучшается жизненная ситуация, потому что они перестают нуждаться, перестают выплачиваться за суммой, она идет тому, кто больше нуждается. Нас очень беспокоит, очень беспокоит ситуация, что, возможно, это будет прощать обман. Не то, что обман, а лучше ничего не делать, а то еще и тысячу потеряет. Да, я не буду искать лучшую работу там. Вот следующий вопрос, действительно. По вашим наблюдениям, как долго можно пребывать у страны супереселенцев, чтобы это было не опасно? Чтобы человек не привык зависеть от выплат, от жилья? Я думаю, что это статус временный, да. Наши законодательства, наши постановления, которые руководствуют соцслужбы, все правления с переселенцем, 505-59, не определяют время, до которого этот статус временных переселенцев там будет. Большую ошибку. То есть, если что-то объявляется временным, должно быть указание времени. Потом оно может измениться, если изменятся обстоятельства. Но это время должно быть на сколько времени? На полгода, на год? Студент, который приезжает друг к другу в город учиться, ну, в Харьков, например, он становится харьковчанином через год учебы, в тот же день, когда поступил в институт или когда? Что такое временные переселенцы? У нас, вот сейчас в Акцентре, ну, это наш кусочек украинских рубежей в Харькове, это наш адаптационно-культурный центр Акцентр, собственно говоря. И этими людьми мы все эти программы ведем. У нас, наверное, сейчас людей, приехавших из Донецка и Луганской области, больше, чем харьковчан. И они переселенцы или кто? Или они харьковчане? Они сами оказывают помощь. Ну, кто они теперь? То есть одна девочка из наших волонтеров сказала, и я, говорит, ужасно. В самом начале очень билась против слова «бежница». Мы не беженцы, мы временные переселенцы. А теперь меня это не устраивает. Я себя чувствую харьковчанкой, которая приехала год назад. Ну, год назад, но мало ли с кем не бывает. Вот как-то так. Но это люди, понятно, что те, которые работают с нами, это люди глубоко самосознающие и самостоятельные в своих действиях. И с ними по-другому, да. То есть, в принципе, нормально, что городские власти, например, такие, которые живут в модульном городке, определяют какие-то сроки, чтобы люди чувствовали, что… Это очень правильно, это очень правильно. И, насколько я знаю, сейчас вот и в Ромашке, в которой очень долго держались за то, что мы тут никому ничего, никаких условий не ставим, это наш общий дом, все такое, тоже понимают, что… Сроки должны быть. Потому что иначе получается вот этот феномен социального сиротства, когда, во-первых, государство мне должно, а во-вторых, я самый бедный, несчастный, никому не нужен. И все это в одном комплексе. И можно ли вы уточнить в связи с этим сиротством, вот как в автоцентре вы помогаете? При помощи чего? Я знаю, что у вас очень много мастер-классов, где запонят, для кого они могут прийти харьковчане, или это только резиленции, лагерь для деток, да? Да. Мы пишем у себя на двери и в разных других своих ресурсах помощь гражданам Украины, пострадавшим от военных действий. То есть, а считаем мы гражданам Украины, пострадавшим от военных действий, все население Украины. Поэтому мы не имеем ничего против того, чтобы к нам приходили на мастер-классы, на тренинги и даже в детский лагерь приходили дети харьковчане. И не только в том случае, если их папы служат в АТО, или у них какие-то проблемы, но и просто потому, что они хотят в этом участвовать. Но, в принципе, конечно, мы как бы фокусируем свое внимание на переселенцах, и делается это именно ради их адаптации. Вот, скажем, у нас в первой смене лагеря было на десять детей, шестеро переселенцев, четверо харьковчан. Это вот такая пропорция. Ну, может быть, семь и три. Это еще лучше. Ну, там так получилось. Вот. Это та пропорция, которую нам бы хотелось бы придерживаться. И мы стараемся, чтобы было так. И мы приглашаем и в наш лекторий, и в наш компьютерный класс, который вот-вот откроется у нас наконец. Ну, у нас были компьютерные курсы, но на других площадках, которые нам там предоставляли наши партнерки. Например, это наш нам хаос. Очень интересно вот так дискуссионно. Когда у нас дискуссионные какие-то программы, которые предусматривают дискуссию. Да. Как относятся к проблеме переселенцев, как относятся харьковчане. У нас бывают военные, как относятся люди, которые воевали. У нас бывают иностранные граждане, как относятся иностранцы, ко всему этому. И вот это столкновение их взглядов. Они даже смотрят разное кино. Да. Они видят разное. Интересный киносеанс. Молодые ребята, которые были проездом, мы дружим и очень плотно сотрудничаем с Южным постом. Вот там на Южном посте было шестеро ребят, которые ждали поезда. А у нас был киносеанс. Мы смотрели «Убить дракона». У нас там были переселенцы, харьковчане, наши волонтеры, ребята, едущие из АТО в свой город. И вот у нас получилось такое интересное обсуждение. Такие вещи бывают не часто, когда действительно вот такой вот спектр. Но это было очень интересно. И ребята молодые, которые видели этот фильм в первый раз. И это было очень интересное разговор. действительно. Вот. Но в принципе мы хотим, как бы очень важно, чего еще нет у переселенцев, кроме того, что у них часто нет еды, одежды, документов, жилья и работы. Еще у них нет социальной связи. Они приезжают чужие годы. У них там есть один тот родственник, к которому они едут в лучшем случае. А бывает так, что это не родственник, а родственник, родственник, а знакомый, знакомый и так далее. И все. И этим они тоже очень сильно проигрывают нам. Вот. Если говорить там о какой-то жизненной конференции, они сразу оказываются как бы в проигрышных условиях. И вот то, почему мы очень хотим, чтобы к нам приходили и харьковчане, это то, что мы хотим завязывать эти социальные связи. Это вот та проблема, которой у наших волонтеров нет. У наших волонтеров переселиться, а в этой проблемы нет. Они вписаны в контекст Харькова, а не харьковчане. Особенно у нас есть несколько ребят, которые у нас ввозят, скажем это, люди со своими машинами. И они объездили уже весь Харьков за этот год. И для них шоу. Они его лучше знают, потому что острее воспринимают, чем многие харьковчане. Ну, дети, то есть у нас же как бы по ЮНИСЕФовскому проекту у нас внутри от центра как бы работает центр поддержки семьи. И это в основном, как и ЮНИСЕФ в основном, концентрируется на детях и членах их семей. И у нас поэтому там куча детских программ вот все дневное время отдана детям. Вот у нас... Вот сейчас мы вообще делаем этот детский лагерь. Мы долго говорили с ЮНИСЕФом о том, что нам бы надо было бы немножечко финансирование под такой лагерь. Но финансирование не наступило, поэтому мы засыпали внутренние ресурсы все-таки такой лагерь гены. Тем более к нам пришла Оксана Гоман, прекрасный опытный педагог, преподаватель английского языка. И у нас лагерь с английским уклоном. Вот. Ну вот... У нас, кстати, с ЮНИСЕФом... Ну, как бы мы берем по времени или с десяти до пяти вечера. То есть мы привезти утром? Так это вообще можно. Вообще с одиннадцати до пяти можно привезти утром. Ну, мы все-таки ставим условия до четырех часов. Потому что здесь у нас как бы образовательная программа, комплекс, мы представляем себе, чем мы будем заниматься каждый час с этими людьми. А так у нас работает детская комната. Она у нас работает всегда. Она работает на всех пунктах гуманитарной помощи станции Харьков. С самого первого дня ее появления, с самого первого офиса подарочка есть комната с игрушками, куда приводят детей. Это всегда просто. Иначе не бывает. И здесь у нас тоже отдельная детская, в которой игрушки, ковер, классика жанра. А тут у нас еще и беседка с домиком и сухим бассейном. Очень удобно. Вот в этом нашем помещении от центра, на Красноктябр 132, есть дворик с беседкой, полностью закрытая, огражденная сила. Там замечательное место для детских, и для игр, и для мастер-классов. И у нас сейчас происходило совершенно, вот две недели назад, совершенно потрясающая вещь. Юнисейфовский проект «Кино на одну минуту». Это приехали мастера. Американцы? Нет. Нет. Один из... 8-й русле, статистический. 22 ребенка, 20 из Харькова, два из Святогорска. Еще десятое взрослых волонтеров, и вот мастеров, которые приехали к нам с этой программой. Четыре дня обучали сначала взрослых, ну пятый день они обучали взрослых, первые наших волонтеров, а потом вместе с этими взрослыми детей снимать кино. Дети написали, каждый из 22 детей написали свой сценарий и сняли фильм, 20 из них получились. И если вы зайдете на страницу ЕСЭП и посмотрите кино на одну минуту, посмотрите фильмы наших детей, они невероятно пронзительные. И там, может быть, если есть 20 парочка слабых, остальные все совершенно шикарные. Я просто, ну совершенно честно это говорю, очень хорошие. И никто не, ну то есть взрослые, которые не были задействованы во всем этом процессе, процесс был великолепный. У нас был пчели на уле и детский просто, эти четыре дня, я был восторг. Дети заняты очень конструктивным процессом, ну так счастье просто смотреть на все это. Взрослые не верят, что дети это делали сами. Дети это действительно делали сами. Конечно, их взрослые редактировали и очень многое сделано. Монтажом, как бы это все доведено до такого-то товарного вида. Но там было полно детского творчества. То есть они написали не по одному сценарию. Это один сценарий у них утвердили. Они сидели, все в беседке, во всех комнатах они писали сценарий. Она была закрыта, тихо идет запись музыки. То есть там кошмар. Рядкий захват центра детьми был попомер. То есть взрослым поместиться было некуда. Взрослые переместились в тренинговый центр, ну в соседнее наше помещение. У нас их два. Один конкретно подбород самозанятости, потому что там тренинговый взрослый. Не только у нас, они заплатили здание МЧС, где решили. Да, они посмотрели в МЧС. Они заплатили кухню, курт и ресторан, где они снимали там какой-то сюжет. Мечту. Там был сюжет фильма «Моя мечта». Один из вариантов «Моя мечта». И вот парень, у нас же, лет 14, снимал кино о том, что он мечтает быть поваром. Для этого ему нужна была настоящая... Поэтому они договорились с какой-то кафешкой. И снимали там, как он варит макароны с сыром. То есть ему предоставили для этого все. В общем, это фантастическое было. Моя дочка ехала бегом на велосипеде и везла вышиванку, потому что другому, ну, одной девочке, нужна была вышиванка для ее фильма. Ну и срочно, мы срочно искали вышиванку. То есть, ну, процесс был совершенно творческий. Все были в этом увлечены, очень было хорошо. И результат очень интересный. Я всем рекомендую посмотреть. Это действительно здорово. Мы видим, что они в голове. Я, честно говоря, на просмотре, я спрашивала у организаторов, скажите, вы им говорили, что нужно снимать, что тема должна быть связана с войнами, с миром. Нет. Тема вообще называлась «Дети мира». И там многое должно было быть отведено сюжетом о мечтах о будущем. Но дети просто продуцируют это, там, процентов 60, наверное, фильмов, вот об этом. А вот это их ситуация. Звонок бабушки в Луганске. И наш волонтер, тоже наш администратор, играл эту бабушку. Это была ее премьера. Ну вот, вот такие вот вещи. А сейчас у нас английский лагерь, это тоже очень весело, потому что они там поют песенки, танцуют, смотрят английские мультики. И ездят, ну, то есть вчера они ходили на экскурсию в исторический музей, завтра поедут туда в парк Фельдмана. В общем, мы везде, где нам предлагают, дают возможность каких-то бесплатных экскурсий, потому что платить еще за экскурсии нам уже совсем нечем. Мы стараемся детей туда обязательно отвезти. Вот планетарии, это наши просто такие невероятные партнеры. Мы уже, наверное, не знаем, сколько детей. И мы каждую субботу, месяца с февраля, наверное, каждую субботу собираем в руку, там, от 15 до 25 детей, и они бесплатно имеют возможность пойти в планетарии. Я считаю, что это прекрасно, потому что многие родители тоже с удовольствием туда идут. И мне рассказывали мамы, что они мечтали попасть в Хальковский планетарий, но они же не Хальковчане, у них нет Луганских планетарий. Для многих удивительно, что это такое, что это такое. И нехорошо, как-то же, да. У нас вопрос. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про лагерь Ромашка. То есть вы говорили, нужные сроки устанавливать на данный момент, там, как бы, какое количество людей проживает, или будут выселять, или выселять, или вами сами, или будет выселять. Смотрите, я расскажу про то, что они были. Да, я хочу сначала, прежде чем Леша начнет рассказывать, я хочу все-таки сказать, что это бы все-таки имело смысл задавать хозяевам и лагеря, и организаторам всего этого процесса, Володе Рожкову и Оксане, потому что мы можем рассказать об этом, как их партнеры, и как наблюдающие, каким-то образом участвующие в этом процессе, но все-таки это вопрос к ним, теперь Леша отвечает. Да, это вопрос к ним, и это очень важно, потому что мы должны разделить лагерь Ромашка, где находятся дети, сейчас там смены, и так далее, и вместо компактного поселения Ромашка. Вместо компактного поселения осталось чуть больше 20 семей, которым очень тяжело, но часть России с польским центром вот эта программа, конечно, помогла найти постоянное жилье для некоторых людей, некоторых семей, и мы хотим предпринимать усилия для того, чтобы дальше продолжать исследование проблем, пока рано говорить о результатах, потому что мы их не обобщали, ну то есть мы не считали. Еще не закончен. Нет, анализ этого еще не закончен, поэтому что-то вывести и сказать. Да, но я думаю, что проблема в принципе решаема, но я еще раз хочу подчеркнуть, что места компактного поселения и такая вещь, как Ромашка, это очень важный ресурс, и очень важно для нас, чтобы он был. Потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация, мы не знаем, куда приведет, к сожалению, нашей политики, наши отношения с этой войной. Возможно, нам еще очень сильно пригодится. Хотелось бы, чтобы это не случилось, но так или иначе, этот резерв должен у нас быть, и это очень важно. Скажите еще, пожалуйста, у Вас есть какие-то будущие проекты, либо действующие сейчас, где там могут еще люди обращаться, и как к ним попасть? Какое-то ангетирование, например, как с картами, как люди попадали в эту программу, какой-то отбор был, или они обращались в Ваш центр, как процедура как-то проходит, и какие проекты? Сейчас давайте разделим эти вещи. Сейчас у нас есть программы, действующие в ВАК-центре. Это тренинги, мастер-классы, образовательные программы. На них у нас открыт набор, кроме тех групп, которые набраны, там, скажем, наши четыре взрослых группы английских набраны, одна закончила, ну, две группы закончили свою работу, и будут набираться заново. Вот эти вот новые, у нас открыт набор, там, на английские группы разного уровня. А есть программы помощи. Программы помощи появляются тогда, когда появляется возможность реализовывать. Вот появились Польский фонд, этот ПСПМ, с этим самым предложением, и под это уже, вот, Леша узнает лучше, да? Я расскажу, смотрите. У нас работа ведет в зависимости от проекта, который мы реализуем. Поэтому, если у нас есть такой-то проект, ну, вот, у нас был проект международной организации и миграции, был организация самодальной, то есть, где мы проводили тренинги для людей, которые хотят основать свое дело, заниматься бизнесом. Миграция бизнеса, либо повысить свою профессиональную квалификацию. Да, мы туда и приглашали через вечерскую инстанцию Хайкор, через различные и так далее, то мы сами выходили и давали объявления в социальных сетях, в интернете, что желающие принять участие в такого рода проекте, пожалуйста, подходите, записывайте и так далее. Что касается проекта Cash4Rent, то там была ситуация следующая. У нас есть база переселенцев. И так как эта программа касалась самых выявлений, еще живущих в приемных местах, мы просто шли об зону и связались с социальными службами в этих районах, просили их, если у них есть служба, если они все готовы рассмотреть и так далее, в части. То есть, это не было каким-то объявлением, приходите, записывайтесь, еще что-то. Это была наша инициатива, мы искали людей по тем критериям, которые у нас есть, которые отвечают по тем критериям, потому что практически все везвимые категории, они все есть базы, так и незначительно наблюдаются. Поэтому здесь мы можем следить. Если у нас будут еще какие-то программы, а я надеюсь, что они будут, то мы тогда будем смотреть, как будем привлекать людей к участию. Каждый раз это ставится к нам в этом вопросе, потому что сейчас у нас происходит, заканчивается, продолжается, но закончится в сентябре, в начале сентября, дистрибуция манитарной помощи по Запорожской и Ниденской области, Мариуполь. Запорожье, Мелитополь, Бердианск, Мариуполь. Там уже планируя организации, которые привычны к реализации этой программы, они сами решают вопрос, кто будет получать помощь. Правда, на пунктах вытащили, приходят, и мы не ставили каких-то специальных условий по поводу того, что это однократная помощь, неоднократная помощь, потому что однократная, это важно, когда люди только выехали. А если люди к этому требуются, просто поддержка, и однократно там это продукты питания хорошо, а вот, например, школьные наборы, надо всем школьникам, там, кстати, очень хорошие школьные наборы. Там чуксичок, который годится, наверное, классом до 8 лет, и в нем не только тетрадки, лучники и все прочее, там еще есть такое большое отделение для мамы, где стиральный порошок, шампунь, мыло, что я еще, паста, то есть отмыть, постирать, а дети к всем и отправить в школу. Сейчас они будут выдаваться где-то с 10 или 15 сентября начнется выдача, потому что мы не живем. Старт такой выдачи, поближе к 1 сентября, чтобы потом у нас не возникла проблема, что дайте, 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 там на базаре сейчас у меня это будет как-то. Поэтому все зависит, каждый раз это в конкретном, в каждом конкретном случае это в парадном. Я надеюсь, что мы подали заявки на несколько программ, серьезно, пока мы не получили подтверждения, мы не можем о них говорить. Я надеюсь, что мы решим вопрос с привлечением людей, которые нуждаются в помощи. Для нас очень важно, чтобы помнить, что это те, кто в ней нуждается, а не тем, кто за ней пришел. Потому что есть куча людей, мы обнаружили в беседах и по нашим данным, по нашему учету, что есть куча людей, которые даже в социальном гнете не получают прав на переселиться. И когда мы спрашиваем, почему же у их соседей, у друзей, которые с ними пришли, это не гордает. Они не придут. Они уже учить нуждаются. Иногда очень и очень. Но они не придут. Никогда. Ну, а мы хотим, чтобы к нам пришли. Потому что мы поставим уходы, помочь. Вот для той помощи, которую мы как акцентр предоставляем, которая просто от нас, мы не требуем справки переселиться. Для того, чтобы участвовать в наших курсах, мне нужна справка переселиться, чтобы ходить на курсы английского или на компьютерный курс, который, надеюсь, у нас все-таки с сентября будет работать. Не нужна никакая справка. Нужно желание прийти и заниматься. И делать это регулярно. Для того, чтобы привезти ребенка и к нам в лагерь, и к нам на детскую площадку, никакая справка не нужна. Справка может быть нужна или какие-то условия. Если это условия, скажем так, рактодателя, если там какому-то международному фонду необходимо вот такого вот вида отчетности, тогда мы вынуждены принимать это условие. У нас нет другого. Два донора, которые работают только с переселенцами. Да. По самому положению это международная организация и миграция, потому что они только с этим работают. И управление верховного комиссара по делам беженцев. Они не могут наработать не с переселенцами, но потому что они занимаются именно переселенцами по всему миру. А у всех остальных правил нет такого же. В ЮНИСЕФовской программе мы даже в отчете пишем количество не переселенцев, количество харьковчат, которые пришли через... И для них это важный показатель, чтобы им часто... Они тоже понимают, что это создание социальных связей. Для детей это вообще критично. Очень именно налаживание связей с местными жителями. Потому что в школе или в классе бывают очень разные. вещи. Иметь тыл, иметь друзей, иметь вот такой вот клуб по интересам, когда можно прийти заниматься каким-то любимым делом. И там у нас слоган как центра «Дом там, где тебя ждут». и вот мы пытаемся именно вот это реализовывать. Для нас это очень важно. Когда мы изучали проблему школьных отношений, потому что в некоторых школах детям привезли, было враждебное отношение среди детей, не враждебное, агрессивное и так далее, мы обнаружили, что любые кружки по интересам это неравенство. Там важно, что ты умеешь в этом. Там по-другому оценивают человека. Откуда он приехал, не важно, где он там. А вот как он умеет вот это? Вот это важно. Или если люди поют в хоре или играют в одной команде. Тут важно, как ты поешь в хоре, а не откуда ты приехал. Ну вот мы такую площадку создаем. Ну вот такой эталон. То есть понятно, что мы не охватим всех у нас. Не такой ресурс, чтобы охватить всех. Но мы, во-первых, хотим создавать вот этот прецедент вот такого вот взаимодействия. Нам кажется, что это важно. Можно прийти и посмотреть. Вот так могут взаимодействовать дети-харьковчане, дети-переселенцы, дети-чьи-папы служат или служили в армии. Вот они все здесь общаются. Вот они поехали в Скаутский лагерь в Пластунский в одну смену или в Ромашку. Я хотела еще два слова сказать про детский именно лагерь в Ромашке. Сейчас же в Ромашке происходит детский лагерь. Там уже идет четвертая смена, третья смена. Мы с ними очень плотно взаимодействуем. Мы привозим туда свой мастер-класс, туда приезжают наши психологи, занимаются гемиакотерапией, групповой гатотерапией. Туда приезжала наша волонтера Таня Кокмаленко, которая в общем-то еще замдекана транспортного института. и она привозила туда им брейн-ринг по правилам дорожного движения два раза на две смены, может, на третью тоже поедем. И очень интересно витвари было, а мы еще всем акцентром готовим квест. На каждую смену в одно из воскресенья по середине смены проводим с ними игру. В зависимости от темы лагеря. Первый лагеря у них был на тему они были все шпионы. Мы проводили такой шпионский квест. Второй они были спортсмены. И мы сделали какой-то почему-то такая и у нас родилась какой-то такой спортивно-космический квест. У них там была олимпиада на космической арбитальной станции возвращающейся вокруг Плутона почему-то не знаю почему. А сейчас у них такая украинская тематика будем работать им казахским разваром. Спасибо Юнисэфу что у нас всегда есть что подарить детям. Но пока есть. Есть юнисэфовские наборы а там есть мячи, какауки, шахматы и всякие приятные детские штуки принадлежности для детского творчества. Поэтому на призы у нас пока хватает. А вот насчет школьных наборов в Запорожье, Мариуполе и так далее повезло. Им эти школьные наборы приехали. В Харькове пока ничего такого не стоит. мы раздали в прошлом году. Об этом тоже надо в школу. В январе настали. Ну да. У нас уже спрашивают, приходят спрашивать. Мы посмотрели, что из этих же наборов мы можем набрать какое-то количество констоваров, которые у нас не уходят на наши занятия и мы сможем набрать. У нас есть цветная бумага, клей, карандаши цветные простые, грузиночки, ручки, 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 то, чего в этих наборах больше, чем мы можем использовать. Но нам бы хотелось такое обращение в пространство. Если вдруг есть желающие. А сколько хотелось бы? Сколько хотелось бы, а все уйдет. Все уйдет? Да. То есть детей много. Сколько у нас? 5 тысяч школьников? У нас 5700 школьников. Оценки управления образованием. Поэтому много не будет. Мы так прикинули, что несколько пару сотен наборчиков вот таких мы сделать можем, но там будет может быть по 2 тетрадочки. А хотелось больше, а хотелось бы дневник, а хотелось бы еще что-нибудь. Если есть желающие помочь детям переселиться в школу. Какую-то сумочку для чего газоположен? Да, сумочку. Было бы вообще идеально. Потому что ранец это, наверное, просить слишком нагло. Но сумочку для сменки, в которой мы все это сложили красивенько. Если есть такая возможность, мы будем очень благодарны везем, кто готов помогать. Мы поделимся со страной Харьков. У них очень большая клинтура, тоже много деток. Они сейчас тоже делают, но мы похожие вещи делаем, мы делаем тоже подготовку к школе, они делают подготовку к школе, занятия по английскому, по украинскому, у нас есть еще физмарк там, где у нас интересы сочетаются. И если бы в каждом районе был такой центр, который мог позволить себе бесплатно заниматься такой деятельностью, собирать квартиру, ну, хотя бы раз в неделю, потому что почему мы сейчас вот так вот занялись вопросом подготовки к школе и подтягиванием по разным предметам, потому что это тоже одна из проблем, с которой сталкивается именно семьи переселенцев, дети выпадали на какой-то кусок из учебы практически все. То есть по нашим оценкам около 3,5 тысяч выпали на целый год. Вообще считается, что ребенок, который год не занимался, восстановить это очень тяжело, практически невозможно. И поэтому мы пытаемся делать такие комфортные условия для того, чтобы дети могли подтянуться по нужным предметам. И к сентябрю мы вообще это дело активизируем. Сейчас дети в разъездах все-таки как-то и волонтеры, и государство немножечко как-то постаралось дать возможность детям пооздоравливаться, поездить сейчас по разным лагерям. Но ближе к сентябрю сейчас дети будут собираться, и мы будем активизировать вот эти программы и приглашаем тех, кто нас слышит, приходите. У нас работают хорошие педагоги. Если по предмету, который нужен вам, у нас пока нет педагога, это не проблема. Если записывается там 5-6 деток у какой-то проблемы, мы будем искать для них преподавателя. Так обычно у нас и происходит. Если есть заявки на что-то, мы ищем того, кто может решить эти вопросы. Сверонид, право последнего вопроса. Сколько, по вашим оценкам, сейчас реально в Харьковской области, понятно, зарегистрированы это они, да, но реально сколько временных переселенцев, ну, хотя бы по вашей цели, и много очень отчетов, куда идет о помощи переселенцев, как реально обзойдет сотрудничество с нашими властями в этом вопросе. Хотелось бы услышать те, кто реально занимается переселенцем. Я могу сказать о переселенцем следующего. Она оценивалась на момент пика, она оценивалась 350-400 тысяч. Мы на момент провели исследование, мониторинг выше тысячи человек, вопрос, ну, около тысячи обзвонили, опросили, по нашим оценкам 28% из них вернулись в местах где жили. Ну, следовательно, по вычислим, то есть третьих вверх вводят 1200. Ну, так, примерно. Вопрос помогать им государству? Государство, на эти, государство помогает, но все, во-первых, государство плачивает пособие. Начнем с того, что зависело за переселенцем, плачивает пособие. Сказать, что ничего не делать нельзя, потому что работают центры занятости, которые там что-то и... Они очень стараются, центры занятости очень стараются, но просто те вакансии, которые к ним поступают, у них нет возможности перепроверять, как там HR-ы с Нцехой кого-то делают. То есть обзванивать каждую локацию, узнать, реальная ли она. И люди ходят в... И когда-то отправляются человека перезванивать и узнавать у него, как он устроился и что у него там за проблем. Конечно же, центр занятости этого не делает, а волонтеры делают. В этом и разница подхода. Конечно же, государство как может саботирует бесплатные медицинские услуги. Но это касается не только переселенцев, это касается всех. Это тоже важная вещь, я позволю себе влезть с этим делом, что то, что у нас случилась беда и случились переселенцы, показало те проблемы, которые были до этого. Они были. Просто мы к ним привыкли, мы их не видели. Ими не занимались волонтерские организации и общественные организации. Минимально. Это не было как бы в спектре всеобщего интереса, информационного поля и так далее. Сейчас мы это просто все очень хорошо видим. Как люди оказываются беззащитными перед любой машиной, с которой они сталкиваются, будь то медицина, какие-то юридические проблемы у людей, у которых нет каких-то связей, средств и так далее, оказываются абсолютно беззащитными перед этим. по волонтерскому звонку разъявленной медгруппы станции Харьков. Какие-то вопросы решаются. В том числе из рецепта выкидывается половина ненужных препаратов, а еще три заменяются более дешевыми аналогами. А если бы этого не произошло, и не было бы у нас вот этой вот критической ситуации, а эта мама пошла в больницу в своем лугарстве с этой проблемой, она бы получила тот же самый список и как лиленькая по нему не покупала. Вместо 80-ти гривен от того, по 70-см. Да. Что это происходит? И как бы в каком-то смысле вот сейчас эта ситуация, которая ужасная и говорит так, конечно, цинично, нельзя и так далее, но это нам дается какой-то шанс, какой-то просвет, в котором мы можем увидеть до какой степени эти проблемы у нас есть и как-то что-то пробовать с этим делать, пока общество еще не остыло от своего ощущения, что мы все можем сделать руками. Да, спасибо большое. Спасибо вам. А еще скажу важную вещь, что у нас есть страница в социальных сетях, называется НАК-центр. Там мы вешаем свое расписание работы, можно записываться на разные студии, которые у нас происходят, знать о том, что вообще мы делаем. У нас есть сайт, тоже называется АК-центр, еще есть сайт украинских рубежей, по которому видно, что делают украинские рубежи не только в Харькове. Все это доступно, все это ищет губа, вполне себе, нас можно найти, легко и просто, пожалуйста, обращайте, звоните, там есть все наши контакты. С нашими партнерами Пульским центром международной помощи у нас до конца года будет несколько серьезных проектов. Так что интересуйтесь, что вы делаете, там может быть полезно, если у вас есть такой переселенцы, им можно тоже об этом рассказать. более обязательно так. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.